Анфиса, Чита и Белла – реальные животные, яркие портреты которых сейчас украшают серую стену по адресу Гоголя 73. Необычный стрит-арт привлекает внимание людей и, возможно, станет еще одной точкой для создания селфи. Но это не просто уличные рисунки симпатичных кошек и собак. Это призыв для людей – обратить внимание на социальную проблему, судьбу бездомных животных. Познакомиться ближе с теми, кто оказался в непростой ситуации и ищет нового хозяина, можно с помощью QR-кодов, которые находятся рядом с рисунками. Человек увидел изображение, он подошел, заметил QR-код, он будет расположен возле каждого животного, поднося свой смартфон, он определяет адрес страницы, на которую можно перейти и узнать историю животного, как оно попало в приют и где оно сейчас находится. Также можно связаться с проектом Animal Help через эти QR-коды. На стене находятся только три портрета, но на самом деле в помощи и поддержке нуждается намного больше животных. Сейчас они живут в мини-приюте, который организовала брещанка Нина Осипова. На протяжении семи лет она помогает бездомным животным. В ее руки часто попадают тяжело раненые, сбитые машинами и стерзанными людьми коты и собаки. А потому за годы волонтерства Нина Осипова научилась лечить и выхаживать таких животных. Теперь эти ласковые и преданные питомцы ищут новый дом и хозяев. Правда, берут их не так охотно, ведь многие после аварий или болезней потеряли свою прежнюю красоту. Чита, ее просто кто-то выбросил щенком и ее повезли сдавать в отлов. Но когда женщина услышала лай и истерику от собак, там же их больше сотни, и она развернулась и начала искать какую-то передержку. Чита вот так и осталась у меня с тех пор. Беллу мы нашли, какой-то был уже холодный вечер, под машиной она лежала, и машина раздробила ей лапу, пришлось удалять пальцы, и еще ее кусил плеч, оказался положительным анализ на пероплазмоз. Ну и тоже с тех пор она осталась и живет у нас. У многих из этих питомцев есть второй день рождения. Животные с непростой судьбой, в глазах которых можно разглядеть их жизненную историю, поражают своей дружелюбностью. Никто из них не чувствует, что они какие-то особенные. Они просто радуются жизни каждый день. Идея помочь найти хозяев бездомным животным, таким как Чита и Белла, принадлежит зоозащитнице и волонтеру Ирине Амельянчук. В планах у нее расширить проект, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Сейчас такая стоит задача найти еще одни стены и продолжить этот проект. Потому что мне кажется, что, во-первых, было пять изображений. Мы разместили только три. Планировалось изначально две стены. То есть мне нужно искать вторую стену, чтобы этот проект получил предложение. Я надеюсь, что люди будут хотеть сделать селфи на фоне этих крутых животных. Захотят узнать все-таки истории. Пройдут в группу. Кто-то захочет установить, ради чего этот проект и сделан. Потому что Нина Владимировна всегда говорит, что мало животное вылечить. Надо найти ему очень хорошие руки. И я надеюсь, что этот проект поможет в этом. Собачья преданность не знает границ. Не каждый человек отдаст свою жизнь за кого-то. А верное животное в минуты опасности делает все возможное, чтобы его хозяин был жив и здоров. И даже брошенные они тоскуют о тех, кто их предал. И верят, что есть в этом мире среди людей настоящие друзья. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.